и что это за аура какого мира что за группа как вы появились кто был основателем все интересно все интересно ничего нельзя утаивать ну группа основалась 2011 году мне все время хотелось петь песни которые несут здравые светлые образы до самого детства у меня было такое философское такое здравое настроение мне хотелось действительно чтобы музыка звучала весело радостно чтобы она несла какие-то такие действительно сыгранные многомерные смыслы и первые мои песни они именно были таки ну наверно очень простые первая песня в 12 лет было написано и это всегда было увлечение всегда было кота хобби для друзей где-то спеть у костра и но пришел кого-то осознание что мне хочется это делать широко масштабно и просто вот возникла мысль о группе мы знаем что все начинается с образа я тогда читал какую-то умную книжку вроде транссерфинга как раз мне попалась и там значит автор совету это а вы представьте образ то есть что вы вообще хотите в жизни что вы хотите и думаю ну можно попробовать почему это я знаю как сейчас популярно девочек называется визуализируй дорогая моя визу ну как бы это все но это все упрощено на самом деле мы знаем что все великие открытия все великие достижения когда-то вот тоже возьмем того же тесла до что он перед тем как что-то сделать он представлял он впадал в такой в транс и он видела как это все работает и потом у него уже получалось вот думаю дай попробую и я представил группу что мы вот у нас играет скрипка флейта барабан меха именно такие инструменты хотелось слышать что играю на гитаре что мы ездим с концертами и поем и это так живо представил что через полгода уже появилась скрипач они как-то просто стали из пространства притягиваться да в соответствии с этим образом появилась скрипачка появился появилась флейтистка появился барабанщик и все и уже через полгода мы уже играли на первом фестивале обалденно вот как это работает и я в тот момент когда это все стало происходить я прям задумался думав так если это так все работает надо продолжать вот ну и была задача записать первая песня у меня не было на тот момент никаких средств студии были дорогие и думаю надо записывать первую песню уже было несколько песен и в какой-то момент времени мне звонит мой старый друг говорит слушай говорит я бы послушал эту твои песни и давайте денег дам запиши пожалуйста представляешь и я думал так вселенная так работает но думаю и вот так все дальше мы продолжали записали 1 альбом 2 3 сейчас их уже 10 10 альбомов начиная с 2011 года вот сейчас вот недавно вышел крайний альбом веста сейчас мы записываем уже песни к 11 альбому так что больше ста песен а тот самый друг который однажды дал денег он вообще осознает свой вклад он осознает он он на самом деле был одним из первых людей которые именно сказали ребята а почему вы вообще не записывайтесь давайте просто пойте и он кстати был один из первых людей которые говорили с и езжай на фестивале что-то грезут по крыму ездить давай на фестивале езжай вот и я поехал на фестиваль и вышел просто к свободному микрофону спел две песни и меня сразу же поставили в концерт да на фестивале скажу тебя через три дня концерт вот и на самом интересное перед фактом о чем говорит ребятушки если у вас есть какая-то заветная мечта просто начинайте ее показывать рассказывать и самое главное делать это с радостью искренне и увидите что вселенная мира начинает вам помогать через людей через события через просто какие-то ваши внутренние понимания озарения вот о чем с тобой говорили пока шла песня да что самое главное это четко представлять образ и делать дело которое ты любишь в радости в радости не просто любить его и там напряженно как-то к нему эти а именно с улыбкой с радостью с любовью и все будет получаться это залог успеха и кстати вот многие успешные люди сейчас вот я смотрю тоже 1 абсолютно успешных людей они говорят вещи которые написаны в древних это рукописях описания вставайте рано утром уважайте родители уважайте людей любите мир направляйте лучи своего до своей душевности мироздания и самое главное всегда четко пишите образ или все успешные люди если обратить внимание не все ходят с блокнотиком с ручкой и они за и они все записывают они абсолютно все пишут пришла мысль пишут будьте добры помедленнее они все абсолютно записывают и я стал поступать точно так же все когда мне приходили здравые мысли у меня сейчас много уже тетради записано да и уже через какое-то время нашей концертной деятельности захотелось вести семинары и у сейчас мы проводим семинары по самому развитию да то есть все как-то так развивается и мне на самом деле вот очень нравится это делать я этим горю мне прям вот прям вот прям не так давно я к тому что подобное притягивается к подобному я долгое время вообще сам тружусь в эфире в сми и т.д. и т.п. много лет отработал в школе радио преподавал вот один из студентов выпускников моих и в какой-то момент меня наполнили знания и я разработал свой курс там по публичным выступлениям и то есть мне стало важно поделиться этими знаниями точно так же ты получается напомнился этими заранее и сейчас ведешь семинары о о том как получается здоровый образ жизни народная культура древнее знание которое уже как наследие у нас есть потому что наши народы вашей рода накопили огромный потенциал на самом деле сейчас наши люди должны вернуться к своим корням потому что в корнях сила ежедневно каждое утро говорю об этом ребята вспомните мы менять о своей траги свои корни свои какие-то культурные ценности даже но сейчас на самом деле многие люди уже понимают что без культуры без традиции далеко не уедешь и мы видим развитое общество это общество которое почитает свою культуру и свои традиции соответственно задачу людей вспомнить своих предков своей традиции свои устои и самое главное применить это в жизни потому что одно дело когда ты это вспомнил а другое когда ты это каждый день в этом живешь вот что интересно пример сегодня замечательный увидел услышал о том что посмотрите друзья мои на грецию ну на европу на грецию что ну что на них можно смотреть да казалось бы но весь мир их изучает их древнюю историю изучает их древние традиции их древние коны предков богов вот этот весь пантеон древней греции мы знаем на кой черт нам нужны все эти штуки а почему мы не знаем свой пантеон богов читать славянских читайте сказки ребят эти были иные читают читайте изучайте пословицы на самом деле фольклоре очень много осталось и я хотел еще сказать что тоже с детства мне было интересно именно народная культура и наши песни они построены тоже во многом и на фольклоре причем не только на русском вообще на мировом фольклоре и в народной народной традиции очень много таких моментов которые нам нужно знать и понимать и изучать но на самом деле понимаются то они на духовном даже уровне вы просто слышите и генетически и опа и все понятно и она таки должно быть ну мало об этом говорить мы об этом споем потому что светозар приготовил песню и мы к ней вернемся друзья мои вот потому что ну что говорить вот мы поем поем мы записали столько альбомов и не спеть у меня в эфире но это конечно же нельзя подобное допустить обязательно споем но а пока но мы же ничего из памяти стирать не собираемся мы наоборот возрождаем эту память мы будем нашу память и будем будем с помощью знаний информации и музыки в том числе и друзья мои сегодня у нас в гостях светозар лидер группы аура мира о чем собственно ты рассказываешь людям да мы узнали что это как как улучшить свое качество жизни как в принципе жить здорово и здорово да как как на основе традиции как на основе древних знаний жить счастливо в первую очередь то что мы знаем что благость на общество это общество счастливых людей люди которые творят как мы сказали или занимаются любимое любимым делом не живут в радости в любви люди с крепкими семьями с добром светлым родом почитающие своих родителей своих старейшин да как вот уважение к родителям кстати к разговору о счастливых успешных людях это тоже один из ключевых моментов которые дают нам радость и счастья до почитания предка почитания родителей хочется видеть общество мужчин богатырей женщин берегине жизнь в гармонии и ладу с природой но и в целом духовное возрождение и наше общество доброй светлой руси но и мира в целом вот об этом мы рассказываем на наших семинарах как счастлива жить на земле как счастлива прожить свою жизнь полноценно и действительно когда ты будешь стоять у порога своей жизни да переходя в иной мир чтобы действительно ты радовался чтобы на лице твоем была улыбка и что-то действительно исполнил все свои задачи жизни самое главное еще что мы говорим о своем предназначении то есть то о том высшем предназначении жизни нам которое человек реализовывает что не просто прожить ну можешь по-разному прожить жизнь согласен говорят не поле перейти как прожить его так чтобы действительно человек исполнил все свои предназначения и родовое и личное и вселенское поверьте друзья у вас вселенная от всевышнего и от рода здесь очень много задач стоит и кто-то их уже осознал ребята мои знают а понял кто-то понял и уже живет действительно стараясь выполнить помните как сказка кстати сказано что есть какой-то пойди туда не знаю туда не принеси то не знаю что вот это как раз таки о том что нужно найти осознать это многомерное предназначение и постараться его выполнить да это подвиг да это не желает что непростая задача но именно об этом мы стараемся говорить на наших семинарах и вот семинары кстати про да вот интересно интересно конечно все рассказываешь складно да ладно вот но где послушать потому что я так понимаю семинары твои проходят при твоем же участие лично ты все это рассказываешь и сейчас пока ты на дальнем востоке где тебе ловить до 7 9 марта у нас находка будут семинары концерты и 10 11 числа у нас будут семинары в владивостоке да я могу сказать контактный телефон нашего организатора так 8 9 9 4 0 20 0 8 25 еще раз 0 8 9 9 4 0 20 0 8 25 здорово пожалуйста звоните все вам расскажут покажут и конечно приходите на наши концерты вот будут хороводы вот работа внимание друзья товарищи мои хорошие мало того что мы обязательно послушаем сейчас одну из песен светозара но еще я говорю ну билеты ж мы разыграем светозар не с пустыми руками пришел и он даст билеты на своем мероприятии 11 марта в это все таком счастливчиком те люди которые действительно озарены удачей будет возможность прийти да по выигрышным билетом от самого русского радио вот вот видите как здорово как все складывается все в ваших руках обязательно все случится задайте друзья то есть я еще не раз об этом скажу в эфире если вы там что-то упустили я скажу и контакты потом не скинешь эту информацию и все же еще раз проговорю а во владивостоке 11 марта семинар и концерт друзья 18 30 приходите на хороводы но скажем где конечно скажем где дк железнодорожник вот вот отлично проспект красный нет партизанский проспект это односторонние двери на там ребята ну идите по кашеводному клубочку друзья мои путеводный клубочек да 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 ведет и кстати что немаловажно хороводы хороводы друзья древнейшая практика которая применяется в различных народах культурах ну и конечно же в нашей традиционной культуре в традиционной культуре наших родов хороводы как возможность те образы которые человек сотворяет усилить ну и конечно же запустить с помощью песни с помощью движения в мир и на самом деле эта практика она очень мощная до нас дошла она с древности древних времен и по сей день самого садика мы водим хороводы друзья мы кто-то кстати наверно в садике последний раз крайне ходил но сейчас у вас есть уникальная возможность на концерте группа аура мира поводить древние обрядовые хороводы пишут я хочу билет попасть на хороводы конечно конечно без проблем все ребята да дадим вам такую возможность и так не забудьте что те кто водят хороводы называются хороводоводы а те кто изучает творчество хороводоводоведы да именно так разминка дикторская но а прямо сейчас разминка будет музыкальная потому что и так потому что музыки время музыки час и сейчас друзья мои мы услышим что это за музыка от светозара песня зорюшка друзья мои или второе название не радуюсь порадуемся все вместе а а а а а а а а а Полево волюшка, да, раздавленная Он разгуляется, он, да, моя силушка Он, да, моя волюшка, да, раздавленная Радуюсь солнцу, радуюсь небу Радуюсь вновь наступившей весней Радуюсь радости взросшему хлебу Серен, что сиял я на земле Ом, да я поклонюсь, ом, да нашей матушке Матушке сырой земле, матушке родной Ом, будем счастливо жить мы на святой земле Он, да, на одной земле вместе мы с тобой Радуюсь солнцу, радуюсь небу Радуюсь вновь наступившей весней Радуюсь радости взросшему хлебу Серен, что сиял я на земле Радуюсь солнцу, радуюсь небу Радуюсь вновь наступившей весней Радуюсь радости взросшему хлебу Серен, что сиял я на земле Радуюсь радости взросшему хлебу Радуюсь вновь наступившей весней Радуюсь вновь наступившей весней Радуюсь вновь наступившей весней Радости взросшему хлебу Русское радио Все будет хорошо Все будет хорошо, ребята Потому что на русском радио по-другому не бывает У нас все всегда хорошо и радостно Тем более по утрам А тем более если мы уже с утра творим Такой добрый светлый образ Радости, счастья, доброты И радости абсолютно для всех Для всех, друзья Слушай, это невероятно Вот я не могу передать Те чувства, на самом деле Которые я испытывал, когда слушал твою песню Она такая светлая, она такая яркая То есть если вы говорите, что музыку можно слышать Ну да, можно слышать Ее можно видеть на самом деле Если присмотреться Если правильно видеть этот мир Если знать код этого мира Конечно, друзья мои И именно вот это наша задача Через вот эти образы Которые иногда передаются в звуки В танце, в плясе В каком-то незримом движении Твоей души, твоего сердца Эти образы имеют огромнейшую силу Вот о чем мы с вами говорили Кстати, вспомнил случай Как раз ты говорил о музыке Мы однажды были на фестивале в Испании Там было очень много людей Которые не понимают русской речи И мы пили песню Которая была посвящена роду, семье, родителям Такая обрядовая песня И потом к нашим организаторам Русским людям Подходили испанцы И говорят О чем пели эти люди Мы, говорят, видели Как к нам приходят В нашей душе благословения Наших предков Ну потому что, извините меня Но русский язык Это язык природы В этот момент организаторы начали У них слеза У некоторых катилась Они говорят Мы, говорят, поняли Что смысл доходит вне именно звучания Из языкового барьера Из языкового барьера И, кстати, этот фестиваль назывался Открытое сердце И, знаешь, мы разговаривали с многими людьми Которые говорили на других языках Действительно душой и сердце Мы встречались взглядами И мы могли общаться И в этот момент у меня было такое озарение Что действительно мы можем говорить Образами с человеком С миром Действительно, когда сказки почитаешь Там же люди и с птицами И с реками И с деревьями И со всеми Причем были при этом абсолютно трезвыми Кстати, а птичка И, кстати говоря, образ Один из образов нашего движения Нашей группы Это действительно здоровый Трезвый образ жизни, друзья мои Мы за спорт Мы вчера, кстати, катались на горнолыжке Поехали, покатались И я у Рамира Все время мы стараемся париться в бане Купаться в проруби Обливаться Всю зиму хожу Кушать прекрасную здоровую еду Жить по возможности за городом Ну, все-таки хочется Или, по крайней мере, чаще бывать на природе Природа сообразная образ жизни Ну и, конечно, что уж говорить Мы очень любим путешествовать по местам силы Но и в этом плане Дальний Восток, друзья мои Вы живете в уникальном месте Уникальное Здесь такая природа Здесь такие места Друзья, почаще выезжайте на природу В лес, в горы Выходите, любуйтесь этой красотой Потому что, действительно, это то, что нам дает силу То, что дает нам жизненную энергию Это то, что нас делает красивее и радостнее А 11 марта Приходите в ДК «Железнодорожник» Водить хороводы Вот, и я еще раз потом напомню, друзья мои Уже завтра, послезавтра у нас праздник выходной Вот, буду в течение всей недели напоминать Где можно получить информацию о семинарах Как можно все это услышать, узнать И в том числе буду разыгрывать билеты на это мероприятие Здорово, друзья мои Я невероятно рад Я сейчас нахожусь в самых светлых чувствах своих Прекрасно, друзья Ну, наша задача как раз таки... И слушатели тоже Я чувствую, я просто... Маленький профессиональный секрет То есть, профессиональные радиоведущие Если долго смотрят в микрофон Они видят своих слушателей Я тоже начинаю видеть Пригляделся Я уже вижу эти улыбки Слушай, хорошо, что ты меня... Улыбаются Я все думал, куда смотреть Оказывается, в микрофон Все, отлично Друзья мои, мы вместе с вами На волнах русского радио Делимся радостью, счастьем, добротой И будьте здоровы всегда, друзья мои Ну, вот на этих словах, я думаю, можно как раз таки прощаться На самом деле, эфира, конечно, всегда недостаточно Поэтому, друзья мои, будут еще встречи Будут еще встречи Будут еще танцы Будут еще хороводы Все будет хорошо К данной минуте у нас все Светоза Благодарю Благодарим Аура мира Благодарим Александру Благодарим русскому радио Друзья мои, вам хорошего эфира Хорошая, добрая, светлая жизни Ну и, конечно же, ждем на концертах На семинарах И слушайте нашу музыку На всех платформах Наши все альбомы Наши все песни звучат На Яндекс.Музыке Ну и, конечно, мы надеемся Что, друзья мои, вы придете и вместе с нами споете Споем Обязательно споем Друзья мои, я же тоже с вами прощаюсь Завтра услышимся В 7.00 на 107.0 Опять Причинять друг другу будем добро Договорились? Договорились Всего доброго, друзья Пока-пока Все будет хорошо